приветствую вас по вашему тексту я бы сказал что вы много очень много знаете то есть у вас много знаний довольно таки можно сказать посредственно довольно посредственно вы себя чувствуете и вам недостаточно своего внутреннего ресурса да вот кажется что недостаточно своего внутреннего ресурса как мне видится из-за того что вы считаете что должны больше быть и не чувствуете его свой внутренний ресурс а вы вроде бы вроде бы описываете что вы человек волевой что вы человек образованный что у вас ну совершенно очевидно есть достижение у вас совершенно очевидно есть значит ну некий бэкграунд вот но нет ощущения что вам это интересно вот нет ощущения что вы это сделаете потому что вам интересно вот при требовательных родителях часто такое достаточно депрессивное состояние вот я бы сказал так вот знаете погашенное состояние эмоциональное то есть человек прибывает в себе требовательных родителей она загоняет человека в себя как правило и здесь здесь вы мне кажется вот вы пишете что обесцениваете что обесцениваете что-то если у кого-то лучше получается мне кажется что это следствие это следствие того что вы глобально обесценили свой интерес то есть откуда идет сравнение как правило оно идет именно из обесценивания того что важно что важно здоров это должны сравнивать себя ну другими людьми к примеру важно что-то мне не нужно сравнивать себя там с другими людьми к примеру мне это не нужно абсолютно Но если я не чувствую важность того, что я делаю, если я не прислушиваюсь к себе, если я не слышу себя, то мне нужно это чем-то замещать. Вот замещение происходит как раз через попытку достичь успешности, попытку достичь значимости какой-то, конкуренции, борьба, всё это много сил отнимает, самое главное постоянно ставить под сомнение. Вашу ценность и отношение между вами и людьми приносит элемент такой материальности, элемент коммерции, вот элемент дашь на дашь, наверное. Итак, беспокоить сильно неверно в себе пищевые, хотя знаю, что я являюсь человеком голевым и образованным. ну вот, понимаете, как бы мне видится проблема в том, что то, что вы волевой, вы считаете плюсом, но при этом говорите, что вы не уверены в себе. А, то есть я волевой, но не уверен в себе. В рамках моего подхода и в рамках моей философии, которые я как бы продвигаю, воля в поведении нужна достаточно мало, редко. Вот. И тем более, ставить на волевые рельсы общения и собственное развитие, да, ну грубо говоря. Ну, что это как не продвижение позиции ваших родителей, с которой, я так понял, вы не согласны. То есть как связана воля и образованность уверенности в себе. Ведь неуверенность появляется, когда человек игнорирует собственные ресурсы, когда человек требует от себя постоянно большего, при этом не имея фактической возможности быть таковым. И не имея такой возможности, он, зная об этом, может превращать подобные требования в элемент такого окольного пути в получении для себя каких-то бонусов. Например, той же определенности, когда я себя обвиняю и убечую, я чувствую себя более спокойно, более значимым и так далее. То есть появляется некая вторичная выгода. И я бы не хотел заострять на это внимание, просто говорю о том, что как бы неверное в себе появляется именно из-за отсутствия дифференциации источников требования. И из-за становления неких, неких образов и фигур внешних выше, чем есть. То есть, по сути, это стереотип. По сути, это стереотип. Я рос в достатке, но с требовательными и тираничными родителями. Ну, если вы один ребенок в семье и родители тираничные и требовательные, как вы говорите, то, конечно, у вас в наличии есть определенные травмы, у вас в наличии есть много всего подавленного к родителям, но и не только к ним. Вот это в вас, безусловно, сидит. Вот надо бы все это выразить, надо бы все это отболеть, потому что многие вещи вы не прожили и не проживаете до сих пор. То есть, вот именно, такая вот непроживость того, что вас, ну, волнует, беспокоит, она ощущается. Так, когда началась своя жизнь, не нужно добиваться и конкурировать? Ну, нет. Почему? Не нужно в жизни добиваться и конкурировать. По крайней мере, это та реальность, которую вы выбираете. Вы выбираете конкурировать, а вы выбираете добиваться. А вот какая альтернатива? То есть, выбираете ли вы это? Или, по вашему мнению, например, во взрослой, ну, в самостоятельной жизни, в своей собственной жизни конкуренция и необходимость добиваться чего-либо является единственным вариантом варианта. Мне кажется, что конкуренция и достижение чего-либо это все следствие. Это все следствие более глубокого, более личного процесса. То есть, для примера, для примера, я могу привести вам свой собственный опыт, например, записи этого ответа. Вы публикуете платный вопрос и многие специалисты на него отвечают. Мотивацией для ответа являются несколько основных факторов. В основном их три. Как правило, их три. Первый фактор – это самореализация, то есть, отвечая на ваш вопрос, я занимаюсь практикой, я развиваюсь, получаю новый опыт. Второй фактор – это возможность получить клиента в виде вас, то есть, ну, возможность того, что вы, как бы, прослушав в моем случае, прочитав в другом случае ответ, обратитесь к специалисту и будете с ним дальше работать. И третий фактор – это фактор денег. Вы можете обратиться только к одному, как правило, специалисту. И, соответственно, я понимаю, что если я хочу стать тем, чей ответ вы выберете лучшим, и к кому вы обратитесь, мне нужно постараться. Постараться. Добиться определенного результата. Честно говоря, почему мотивация очень и очень так себе. Почему? Потому что весь я в этот момент нахожусь вовне. Я нахожусь вовне и пытаюсь вам понравиться. Мне бы этого не хотелось. Потому что я пытаюсь понравиться вам и пытаюсь, так сказать, завоевать ваше признание, ваше восхищение. Я теряю себя. А вместе с тем и теряю свою ценность для вас. Ну, мне кажется, что если я просто скажу то, как я хочу сказать, и то, что я хочу сказать, ну, вам это, может быть, понравится. Вы увидите вот в этом что-то для себя и подумаете, о, круто, мне это действительно интересно, я готов этим заняться. Или вы подумаете, нет, мне это не подходит. Это будет искренне. Но не будет с большей долей вероятности, не будет такого, что вы сперва восхититесь моим ответом или, там, подходом. А потом будете испытывать разочарование. То есть здесь сразу открыты все карты. Вот мне кажется, что история про то, чтобы чего-то добиваться и история про конкуренцию, это история про какой-то некий такой самообман, когда человек обманывает себя, например, в контексте конкуренции, обманывает себя в том, что он не самый лучший. То есть он пытается быть самым лучшим, но он не самый лучший. И даже если у него получится быть самым лучшим, все равно рано или поздно придут другие и тоже будут самыми лучшими. То есть вопрос заключается здесь в том, да, насколько вы конкурируете и добиваете, остаетесь с собой. Ведь в принципе в конкуренции и в том, чтобы чего-то добиваться, нет ничего плохого, если я не теряю себя с собой. Если я действую так, как мне хочется. Вот опять же приведу пример со своим ответом. Нет ничего плохого в конкуренции, если я являюсь самим собой, если я естественно и свободно отвечаю вам на ваш вопрос, да, вот. Встаю в один ряд с другими специалистами, которые вам отвечают. Мне кажется, это вполне есть конкуренция. Только в такой конкуренции допускается прогресс, допускается поражение. Более того, без него невозможно. Я всегда пытался чего-то достигать и достигал, но в те времена, когда мои друзья или близкие оказывались более успешными, это вызывает во мне тикую зависть. Я сразу собежал по сцене, даже самоничижаю где-то. Ну, смотрите. Здесь, мне кажется, ключевой момент – это зависть. Вот, один из ключевых моментов – это зависть. И то, как вы к ней в целом относитесь, ну, к зависти, я имею в виду. Мне кажется, что в зависти ничего вообще плохого нет. Завидовать нужно. Но вопрос, как мне кажется, заключается немножко в том, что я делаю с этим чувством зависти. Понимаете? Можно подразделить условно зависть на внутреннюю и на внешнюю и реакции подразделить на зависть. Так же два тип… двух типов. Внешне и внутренне. Условно. Это условно, просто чтобы сейчас было немножко понятнее. Никаких классификаций зависти я представлять не буду, в том числе чёрная, белая зависть – это всё это условно. А внешняя зависть – это когда у меня есть позиция, что я должен быть, там, успешнее других. Хотя это невозможно. И я знаю, что это невозможно, но поскольку в моей жизни ничего другого нет, то вот такое происходит. Это внешняя зависть. У внешней зависти фигурирует вот эта позиция. Я должен, как у вас, мне кажется. Я должен быть лучше, там, своих друзей и близких. Кстати, а что будет, если вы не будете? То есть, ну вот… Что происходит, если вы… Что происходит, если вы… Ну, не более успешные сжимания. Что происходит? Как вы обращаетесь со своей слабостью, как вы обращаетесь со своей уязвимостью, со своим проигрышем, неудачей? Обращаете ли вы это в общении с людьми? Если у вас, например, понимание, что стать успешным, не признавая слабости, не признавая поражений, стать успешным ради успеха невозможно. Знаете ли вы об этом? И как вы к этому относитесь? Вот. И есть внутренняя зависть. Внутренняя зависть – это с позиции «я хочу». И вот интересный момент, что зависть с позиции «я хочу», они вообще 5 зависти, 20 зависти, довольно различаются по восприятию человека. Так вот, зависть в контексте «я хочу», она проявляется очень специфичным образом в том, чего вы можете достичь. То есть, как правило, зависть не проявляется в том, чего вы 100% не можете достичь или чего вы не хотите. Здесь встает вопрос формы. Если это действительно то, что я хочу, то я буду делать то, что я хочу, то, что я могу и к чему-то приду. К тому, чего я хочу и чего я могу. Другой человек помог мне определить мое желание. Все. Вы бичуете себя за то, что недостаточно успешно, что вы не такой успешный, как другие. Почему? Потому что вам не интересно, с одной стороны. Вам не интересна ваша жизнь, как мне кажется, с одной стороны. А с другой стороны, вы предлагаете позицию родителей свою, видимо, подавляя свое сопротивление. А с самоуничтожением, как мне кажется, вы таким образом восполняете заботу о себе, проявление любви к себе. Таким вот немного странным все скрываете образом. Дальше. Так. Значит, и чтобы люди не замечали моего напряжения внутри и разочарования в себе, мне приходится играть, чтобы никто не заметил. А почему никто не должен заметить Леонид? Ведь это очень одиноко. Во-первых, вы очень одиноко себя чувствуете в таком случае. Это первое. Второе. Ну, я не знаю, насколько легко, хорошо и приятно. А главное, естественно, общаться с человеком, который не показывает свои слабости Леонид. То есть это же очень, мне кажется, нечеловечно, когда человек только сильный, когда человек только успешный, когда человек только на коне, когда человек только с выгодной позиции себя демонстрирует. Вот. Знаете, у вас чувствуется одиночество, и мне кажется, кажется, что я только что нашел одну из причин его. Это связано с тем, что вы дистанцируете себя от людей. Вы не даете себя почувствовать людям. Вы не вступаете с людьми в искренний, чувственный контакт, потому что в нем без возможности быть слабым быть нельзя. Ну, вероятно, вы не умеете это по-другому, но тем не менее, тем не менее. Дальше, настроение опускается на дно, когда дома приходится снимать эту маску. А что происходит? То есть вы снимаете маску человека, который играет успешного, и что? Вы только сталкиваетесь с реальностью, и вы эту реальность, получается, не принимаете. Они принимают реальность, которую вы не успешны. Леонид, а интересно-то вам что? Ну, вообще, интересно вам что? Контроль над собой и недовольство приводит к тому, что я неосозненно начинаю контролировать других. Ну, понятно, что вы делаете для себя, да? Контролируете других. Вот. А в чем и как вы контролируете себя? В чем и как вы недовольны собой? Как это вообще у вас происходит? Ну, вот это недовольство. 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 Собой. Так. Хотя я не хочу контролировать других, и получается какая-то гримация на лице, я вижу, все это замечают, я кажусь не искренним. Да вы и так, Леонид, кажетесь не искренним, просто вы, может быть, еще более не искренним, не искренним кажетесь. Но мне кажется, что искренности у вас вообще очень мало, и очень мало людей, с которыми вы можете поплакать, попереживать, поболеть. Ну, я имею ввиду, я имею ввиду, в психологическом смысле этого слова, но таких людей очень мало. Все эти заставляют избегать меня общения с успешными людьми, так как мне крайне некомфортно рядом с ними. Не совсем понятно, что именно все это, потому что я не думаю, что вы сможете контролировать людей, которых вы считаете более успешными, это первое. Второе, я не думаю, что из-за этого вы избегаете успешных людей, я думаю, что вы избегаете более успешных людей из-за того, что, ну, действительно вам с ними некомфортно, именно по причине того, что вы начинаете сравнивать, вы начинаете себя сравнивать с ними, я имею ввиду, с людьми себя и статус. Соответственно, это сравнение не в вашу пользу и начинается проблема. Вот, так что здесь такой момент. Помимо отсутствия вопроса, Леонид, то есть вопрос ваш в чем, вы на чем работать-то хотите? Вот, вы сами, что, вот, чем интересуетесь-то вообще, ну, в себе я хотел бы. Помимо этого, хочется обратить внимание, вот, на что. Когда вы говорите, что я избегаю общения с успешными людьми. Вот, ну, типа, я с ними сравниваю вот это и тупое. Ага, значит, хочется спросить, а что вам интересно? То есть, вот, точки, точки пересечения с этими людьми, они какие могут быть? И это очень важно, как вы общаетесь. То есть, очень важно, что вы демонстрируете людям. Если вы общаетесь с людьми, невало не успешными или нет, с позиции, эм, лишь только внешнего вида, но не искренне, не с позиции интереса. То вы, как раз, никогда не будете им интересны. А если и будет интересно, то это всегда будет временно. Вот. Понимаете? Эм, так что, мне думается, вам, э, пора, э, переводить, э, свое общение, уровень, э, уровень своего взаимодействия. На принципиально другой уровень, на принципиально, э, другую высоту. Для этого нужно, мне кажется, э, самому себя лучше узнать. И в этом вам может помочь психотерапия. Так. На этом все. Э, э, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.